Панамский канал Ведь и для корабля, и для экипажа это всё впервые Информация, которую мы обладаем о данном канале Она получена нами из лоций, каких-то бумажных документов А опыта плавания кораблей и, естественно, опыта плавания офицеров И личного состава кораблей, такого пока не имеется В этом-то и заключается самая главная сложность Проход по каналу не бесплатный Собственно, этим и живёт Панама Суммы разнятся Маленькая яхта заплатит полторы тысячи долларов Огромный сухогруз — 300 тысяч Но прежде чем панамский лоцман поведёт корабль Нужно уладить формальности Для проверки документов на борт адмирала Чабаненко Поднимается инспектор администрации канала Джеймс Клаус Как вам российский военный корабль? Да, впечатляет Есть ли особенности при проходе боевых кораблей через канал? Пока ничего не могу ответить Сначала мне нужно осмотреть корабль Где-то корабль идёт по фарватеру своим ходом Но перед заходом в шлюзы его берут на буксир 4 электровоза И дальше тянут как барлаки Здесь важна точность и безопасность Ведь слева и справа не больше 5 метров Национальная морская служба Панамы Отвечает за безопасность прохода кораблей Так же, как администрация канала В первую очередь мы контролируем подходы к каналу Эти зоны постоянно патрулируются катерами С целью обеспечения безопасности фарватеров В целом процедура прохода панамского канала За те 94 года, пока он существует, не изменилась Единственное, что сделали панамские власти Поменяли механический привод запорных ворот шлюзов на гидравлический Алексей Сонин, Дмитрий Киеновский, Андрей Абросимов Первый канал, Панама 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 Панама